Это масштабная стройка на личном контроле у главы химок Дмитрия Волошина. Ведь задачи стоят самые амбициозные. Работу планируют завершить до конца года. Детскому дому творчества созвездия почти 40 лет. Здание нуждалось в капитальном ремонте. И вот оно большое строительство, где сейчас идут активные работы. За ходом ремонта следят депутаты, педагоги и родители. Хочется более светлые классы, современное оборудование, мебель, оснащение нашего зала новым оборудованием по свету, по звуку. У меня трое детей, и каждый из них был в этом доме созвездия. Занимался в своем кружке. Младшая дочь сейчас постоянно занимается танцевальным кружке. Нам очень нужен хореографический зал, чтобы он был светлый, чтобы было покрытие для занятий хореографии. При проектировании пожелания педагогов и родителей учли. В обновленном здании будет выполнена перепланировка. Часть помещений станет больше. Появится и сцена, о которой так давно мечтают дети и педагоги. Начали работу мы в апреле месяце этого года. Полторы тысячи квадратных метров. Наш дом детского творчества созвездия. Мы при данных работах будем увеличивать площадь самого здания, потому что сейчас этой площади не хватает. Будем добавлять новые кружки, новые активности и совершенно новое здание, можно так сказать, потому как все будет обновлено. Общестроительная готовность здания почти 40%. Строители укрепили фундамент, завершили демонтажные работы, заменили все деревянные конструкции, сделали стяжки, произвели монтаж кровли. В общих чертах все то, что готово на сегодняшний день, это все перегородки смонтировано. Сделана стяжка первый, второй этаж. Первый слой шпаклевки. Завтра также приступаем к монтажу потолков. На следующей неделе приступаем к полам. В созвездии обучаются более двух тысяч детей. За 40 лет работы Дом детского творчества выпустил десятки талантливых мальчишек и девчонок. Обновленное здание вновь распахнет свои двери уже в этом году. И оно вновь наполнится звонкой музыкой и детским смехом. Юлия Самошна, сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин. Новости, Химки ТВ. Новости, Химки ТВ.